всем привет меня зовут надежда и я рада приветствовать вас на своем канале зеленая жизнь сегодня второй день полива полив еще не закончен но я решила все-таки немного отдохнуть и снять видео маленько знаете отвлечься все-таки все должно быть в удовольствие завтра еще воскресенье все таки я успею все полить сейчас решила сделать небольшой обзор знаете что давно ничего не показывала и конечно же у нас не своим пересадки обязательно пересадки вот прям пересадки что хотела показать конечно в своем telegram канале я уже показывала сегодня сделала фотографию и показала как выглядит теперь моя вот так вот это вот фитостина посмотрите вы же помните да вы помните подарок от моей подписчицы которые ко мне пришел прямо перед 8 марта вот таким вот образом мы сделали ее эту подставочку теперь осталось только наполнить водой и поставить то конечно же череночки что хочу сказать может быть водой а может быть аквагрутом ну что-нибудь я точно придумаю сверху мы делил сделали лампу такую же как и здесь посередине то есть это две одинаковых лампы решила я сделать таким образом чтобы все было уже под одном до в одном стиле скажем так ну здесь я принципе все показывала из этой стены что хочу вам показать но это конечно же цветение циропегии циропегия сандерсом это не только вот один такой цветочек вот еще у нас цветочки то есть цветочка здесь у нас нормальный будет она только-только начинает зацветать поэтому все только-только начинается здесь у меня еще знаете что хотела показать не не знаю помните вы или нет но вот у этой орхидеи это орхидея у меня спанчбоб да это спанчбоб вот такая вот она яркая красивая все такая пятнистая помните у него вышел цветонос вот здесь вот и он был загнут внутри таким вот образом с этой листой страны едусь развернула так нет здесь был нормальный цветонос а с этой стороны был цветонос который вышел и то есть он замер и он как бы был изнутри загнуты в виде дуги девчонки говорили нужно убрать нужно убрать я сказала дам орхидеи самой справиться то есть на какое-то время он выходил выходил из ствола то есть вот эта дуга она так и выходила из ствола вот а тут я в вчера делаю полив и заметила что он просто сам сам взял и отсох и то есть мне не составило никакого труда подойти и ножницы не снять вот эту самую дугу ну то есть я все говорила что я буду буду наблюдать и обязательно вам расскажу когда что-то из этого хоть что-то из этого получится что у меня тут еще интересно мы переставила я вот эту орхидеи дэйли сюда поставила чтобы все-таки цветочками камни было потому что она как цветет куда-то в стену и я ее практически не вижу плюс ко всему она светлая такая же как стена поэтому вообще не замечаю и решила я все-таки ее сюда переставить скорее всего я и red lip тоже переставлю потом как только у меня вот эта орхидейка зацветет она прям очень такая яркая поэтому она будет из них выделяться светлая-светлая и темная посерединке что делает ванилька ванилька это вообще отдельная история она прям у меня постоянно убегает то есть я накручиваю накручивать на эту опору но она прям растет как не в себя если честно а я вот так думаю может мне уже черенковать что ли начинать или что-то нужно будет мне с ней все-таки придумывать потому что ненадолго мне хватает вот этой вот накрутки потому что она у меня уже убегала наверное на на два яруса выше вот если честно так что нужно будет с ванилькой что-то мне наверное думать то есть с одной стороны у меня церапеги стоит она зацвела вот а ниже я хотела показать вам луис буис которая у меня зацвела вот такая вот маленькая хойка и она у меня цветет тоже в телеграм-канал я показывала девчонками что она у меня зацвела так что вот сюда переставила некоторые растения сделала мне какую-то знаете небольшую такую перестановочку я не то что прям люблю знаете перетаскивать растения с места на место ну бывает иногда хочется сделать прям хочется что-то сделать прям раз и в общем глаз начинает радовать так здесь у меня знаете что еще хотела вам показать хотела показать им как чувствует себя мой папоротник который который вот этот вот мы с вами поставили сюда а вот на такую интересную делала ну на мой взгляд это была интересная посадка сейчас напишу вам название вот хотя вы все знать я чё-то я забыл платицериум платицериум да то есть какой классный и вчера я его поливала мы все я все умеешь было интересно как он будет вообще на вот эту вот пластиковую бутылку помните да я вот эту бутылку вырезала здесь я его закрепила ну вся посадка конечно есть на канале каким-то образом смотрите как он у меня начал хорошо разрастаться он вообще очень хорошо растет я его держу на фитиле держу на фитиле и я слежу то есть полив я делаю прямо тут сверху она проливается здесь очень хорошо воды то есть у него нету никакого знаете никакой просушки ничего такого и ничем не нравится эта посадка но изначально когда я делаю я думала о том как я буду ухаживать за растением и все вот эти вот идеи с тем чтобы носить растение куда-то поливать потом ждать когда все это стечет с него а если это все еще не стекло но я повешу все это на стену и будет на стену это все капать и лица в общем это совсем не моя история поэтому всякие там вот эти вот какие дамы и не знаю какие-то блоки которые я не могу контролировать то я принципе их не делаю я умею их делать но я их не делаю потому что мне не нравится уход за растением в этом то есть в интерьере мне нужно чтобы это было по возможности контролируемо и чисто мне надо чтобы было чист плюс ко всему мохт знает сами знаете да что он так-то сыпется здесь сама по себе посадка вот она вот такая вот и растение только-только набирает свои обороты я думаю что он будет конечно в разы больше прям в разы больше что еще этого показать я потом его поставлю обязательно на место чтобы не занимать ваше время что еще хотела здесь вам показать ну в принципе тут все какая обычно да как всегда очень давно не показывала как чувствую себя моя сейчас название подпишу моя 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 забыла помните да мы с вами делали такой небольшой вот отросточек вот сюда как она хорошо прям пошла и здесь все запотело потому что у меня здесь сверху работает увлажнитель воздуха то есть также увлажнее здесь все вот так же нужно нам с вами добраться вот до этой вот посадки аж страшно тот страшно туда даже запрыгивать если честно потому что вот она уже я там уже ничего давно не контролирую все вот эти фикусы это все это просто лес лес знаете при я так думаю что пересаживать на смысл она нет что-то там я думаю тут просто нужно черенковать и делать просто свежую посадку тем более ну такая баночка на у меня конечно же есть конечно же есть вот то что у меня валяется смотрите вот вчера все протирала смотрите уже все уже нападала просто тут сверху у меня есть вот такая вот растение вот она настолько сильно разрослась что она у меня постоянно вот этим вот плюется вот этими своими отросточками чтобы хоть как-то еще где-то вот укорениться а вот девочка моя не знаю на то ли ты ее уже вам не показывала она у меня летит как бы стоит ай за всеми моими вот этими растюшками чувствует она себя хорошо тоже у нее там все разрослось вот поэтому все замечательно все замечательно также чем спрашивали телеграм канале скидывала фото своего кальмара девчонки я его не пересаживала я просто взяла и поменяла вот эту нижнюю подставку потому что на темное мне нравится как гармонично смотрится вот и все а еще отсюда я поубирала своим башмачки которые у меня зацветают я поставила их на стол и сейчас когда мы с вами будем делать пересадочки всякие разные вы их увидите я вам сейчас их покажу ну вот они симпатяшки мои тут прям знаете бутончики идут уже раскрытие бутонов идет прям на часы то есть с каждый час подхожу где-то мы просто мимо еду и они прям на глазах у меня открываются особенно вот этот вот это прям вообще какой-то классный прям супер супер сейчас я его приближу таким образом прям сейчас вот откроется кажется что уже вот-вот вот-вот но у меня почему-то нету резкости не знаю почему наверное слишком много всего тут у меня стоит и не могу фокусироваться конкретно на нем мне телефон все остальное фокусирует на него вот так вот смотрите какой классный ну прям классный фантастика я люблю вот эти моменты эти моменты я обожаю так ну что чтобы была такая красота нужно много работать с растениями прям прям много и так знаете сегодня у нас с вами будут посадки пересадки посадки яркие я их так назову яркие потому что мы с вами будем работать над растениями которые как яркое пятно конечно же вот мы и наконец-то огланы на который на который наконец-то не дошла очередь чтобы их пересадить также 10 карат дала небольшие такие небольшие абсолютно небольшие корешки я думаю тоже можно уже и посадить я снимала помните верхушку сняла пенек у меня остался пенек стоит я там вроде в ожидании чуда мало ли вдруг там у меня деточка появится вот из этого всего можно было конечно еще что-то здесь уже посадить но я пока 10 карат отсюда заберу ну и наконец-то мы с вами доберемся сегодня до фитоний мы с вами их посадим вот так в этот самый клош так заждались заждались так водичка еще есть мы с вами вытащим их отсюда сделаем здесь наверно по ложечку с вами знаете ну как я обычно делаю сейчас я подготовлю это капиллярный мат вырежу его кругленьким уложу не будем делать посадочку дал почему нет я думаю все это будет очень быстро и легко ну что поставлю телефон на штатива мы с вами приступаем вы знаете я решила не изобретать какого-то велосипеда сделать посадки своих оглоном чистую лечу зубом поэтому но чтобы выбрать опять-таки кашпо для этого мне нужно понять корневую давайте вытряхнем их посадки и посмотрим вообще что там это ротовые вы видите а вы видите какая она молодец ничего себе да и давным-давным-давным пора уже отсюда вам ничего себе ты прям меня поразило девочка какая ты классная еще раз так сорт red wayne это у меня от 13 06 вот я только не помню это одна из рассады ну наверно потому что 13 06 у меня вот такое все приходило ухты просто фантастика да такое я люблю такое я прям очень люблю посмотрите какая корневая смотрите привет девочка здорово здорово так вот видите тут у нас получается деточка это прям уже деточка если эти еще у меня формируются то это прям так что я хочу что ты хочешь знать не знаю давайте посмотрим вообще конечно оглаши они за это и ценятся допустим на что они растут пышным пышным кустиком мы обычно этого и добиваемся чтобы был пышный кустику тут добиваться не надо тут она сама все растет вот она прекрасная красивая замечательная вообще если честно у меня была мысль сделать совместную посадку всех своих главным но не всех вот их которые сегодня хотела пересадить да вот я прям очень хотела ну чтобы меньше было меньше места было и я для этого приготовила вот грейс ну вот смотрите да если бы допустим тут несколько хотя бы два растения то вообще было бы замечательно сидела тут прям даже не знаю что делать теперь полежи к моя хорошенько сейчас мы посмотрим что у нас делается с пинг аврора пинг аврора посмотрим что у меня здесь видите не каждая главным и может таким вот образом давать детей я просто вот сама себе вслух размышляю да просто я к чему говорю потому что так у меня внизу было лечу запом я говорю потому что если такая главная то есть от одной главным и можно ждать долго и упорно пока ты ее снова не почеренкуешь да и тогда она может быть и вот таким вот образом мы делаем и кустик такие главным и вместе можно саживать потому что они неохотно не дают детишек вот я к чему ну когда есть вот такой вот экземпляр который сразу поводавала видите вот столько то посаживайте вместе их давайте посмотрим как они вместе смотрятся я уже и так и это посмотрела на нее конечно если допустим вот таким нет смотрится конечно вместе они здорово смотрите какой прикольный кустик получится если мы вместе с вами их посадим примут хочу я вместе не хочу я 33 горшка впереди у нас вот уже у нас у нас уже впереди лето лето то что весна уже настало у нас впереди с вами лето а это значит что а это значит что впереди у нас новинки конечно новинок будет у меня в этом году сейчас уже предупреждаю всех у меня будет их очень мало прям очень придут новинки только прям вот хотелки хотелки которые я давно хотела. Первый заказ я уже сделала из двух растений. В середине лета, может, придут, конец июня. Предоплату я внесла. Но я говорю к тому, что в этом году у меня не будет таких. Сегодня у меня 355-я посылка. Нет, такого в этом году у меня не будет. Потому что расти немного. Растения растут. За ними требуется уход все больше и больше. И у меня нет выходных, ребят. Вот кто-то меня спрашивает, Натя, а как ты успеваешь? Ребят, у меня нет выходных. Потому что сработаю и я с растениями. До седьмого пота, ребят. Поэтому... А все надо от всего получать удовольствие. Но когда ты уже это воспринимаешь как работу, прям вот реально работа, работа, работа. Тогда это что-то уже не кайфово. Вот, понимаете. Поэтому в этом году я хочу купить лишь только то, о чем я прям давненько мечтала. И все. Пускай это будет пять новинок за сезон. Но это будут прям новинки, которые будут стоить, может быть, даже дороже, чем бы я купила, как я покупала себе за один сезон. Вот так вот. Итак, смотрите. Вот здесь мы сейчас с вами возьмем... Все-таки я склоняюсь, опять-таки, к этому кашпо, да? Грейс. Кашпо уже сто раз использовано, поэтому я его протерла. Тут я уже примеряла, поэтому тут мусорки какие-то небольшие. Ничего страшного. Думаю, да что у меня там? Паучиха упала. Залезла опять на потолок, свалилась с него. Смотрите, если я вот эти два растения сейчас примерим мы с вами, да? Вот таким вот образом. То это будет прям здорово. А если мы сюда сейчас еще и третью поставим, то это будет, наверное, вообще круто. Ничего себе, скажи ты, да? Не, ну а как? Ну как, ребят? Ну как еще место... Не то чтобы место освободить, освободить... Освободить уже в конце-то концов себя маленько разгрузить. Ну то ли бы я полила 25 горшков, то ли 5, да? Я не говорю о том, что я сейчас поголовно всех начну высаживать в такие групповые посадки. Нет, конечно. Вот. Но... Если я, допустим, хочу вот такие оглажки сосаживать, то хочу вот так. Во-первых, это красиво. Это уже пышно, и это уже красиво. Вот. Кто бы что мне не говорил, это уже красиво. Так, давайте-ка я сделаю вот так. Сейчас я отложу вот этих красавиц. Вот сюда, да? А сюда мы с вами поставим кашпо. Я вот думаю, может быть, мне вас как-то вот так маленько, чтобы вам виднее было. или вам и так хорошо видно. Я вот смотрю в телефон и надеюсь, что вам все хорошо видно. Да? Так. Как вы видели, да, что они, в принципе, так-то наличусь и росли. Ну, кроме, конечно, 10 карат. 10 карат. Смотрите, какие корешки смешные. Они еще вот такие вот маленькие-маленькие. Вот такие вот. Ну, ничего страшного. Пускай растет, развивается. Мы с вами вот так вот тут сейчас. Она очень медленно растет. Ну, по крайней мере, в моих условиях это растение растет очень медленно. Просто невероятно. Поэтому я так думаю, прежде чем мне нужно будет что-то вообще менять в этой посадке, пройдет точно не один год. Вот так вот. Мне так кажется. Хотя, скажите, да, наивная девчонка. Сейчас, скажи, лето, весна, лето. Как попрут растения? Так. Дорогая, полежик. Это вот так. Сейчас я вот эти выровняю. И девчонки. Я хочу их друг к дружке прям поближе, чтобы у меня с этой стороны край был абсолютно свободный. Для просто вот этих вот деточек. Вот что я хочу. Как классный. Одна, другую дополняет. Здорово. Так. Если мы сейчас еще вот эту поставим вот сюда. Не знаю. Мне кажется, 10 карат тут вообще не смотрится никаким образом. Ладно, 10 карат на место. Возможно, тебя потом посадим куда-нибудь, но точно не сюда. Третье растение все-таки здесь будет перебор. Все-таки, да. Так. Ну что? Смотрите. Смотрите. В принципе, в принципе, ровненько, Вот так вот. Так что, вот, ребята, вот так я решила в этом году. не то, чтобы новинок не будет вообще. Нет, конечно, они будут. Просто их будет мало. Их будет мало. Так. А что я не взяла ничего? Ни для кладин. Ничего не взяла. Села. Посадки делаю. Вообще-то было про все. Так, для кладинчик. Так. По поводу. По поводу. Ну да. Смокот, конечно же, добавим, ребят. Ну, потому что сейчас лечузу делают таким образом. Вот сейчас у меня лечуза, которую я накладывать буду. Она у меня новая. Прям новая. И в ней практически нету смокот. Хотя это не базипон. Это лечуза пон. И в ней по идее раньше прям хорошо было смокот. А сейчас как-то нету его. Не знаю почему. Экономит на все. Ну, тогда цену убавляйте, да? Ну, возьмите и убавьте цену. Или уже напишите видео, что это базипон. И все. Вопросов же к вам нету никаких. А то цену ломите как за нормальную лечузу пон. сейчас посмотрите. посмотрим. Даже не будем далеко отходить. Сейчас вместе и посмотрим. Сейчас я отставлю эту посадку. так. Вот смотрите. Вот сюда я высыпала свежий. Свежий пакет высыпала сюда. Это вот тот самый пакет, который у меня приходил в подарок от Ани. Вот смотрите. Вы тут наблюдаете? Вот вот одна гранулка. Смотрите. вот она одна гранулка. Видите еще? Вот еще одна гранулка. Ну и это что? это кстати тот самый та самая Личуза, которая прямо в модной упаковке. Может они за счет того, что они поменяли, потратились на дизайн, они сэкономили на смокот. Ну в общем мысли мысли вслух. Да что ты будешь делать? Да ребят напишите свои впечатления от Личузы. Не ну понятно, что классный грунт, классный все, вопросов нет. Цена выше. А состав уже давно не тот, который был. Вы знаете, если бы я еще не пользовалась этой Личузой, она у меня была уже ну я не знаю знаете с какого наверное лет пять точно я ей пользуюсь. вот лет пять точно вот так что мне есть чем сравнить я точно знаю какая она была на все что-то как бабка то старая как брюзга сидишь и вот ноешь и ноешь все успокойся добавила жат добавила все чудненько это я постоянно сама себя так воспитываю так там где детки я не буду сильно засыпать и он серьезно говорю да пускай они они так это уже вот вот видите чтобы они были у меня на виду вот тут деточка синие уже свет белый чтобы увидели хотя тут прям вот смотрите какой какая дырка у нас здесь сейчас мы с вами ее закроем не надо нам тут дырок так сейчас досыпем ну и тут уже прям нужно хорошенечко да да ну такие посадки конечно в удовольствие ага гляньте ну листику конечно было уже плохо давненько видите листик старенький ну отошел отошел ладно этот листик не критично так ну и тут еще маленько сейчас добавим вот так по краю полив у меня будет первые два полива будет по краю чтобы пролить посадку да а остальные она пускай там сама тянется в грейс сама ищет водичку сама пьет в общем сами сами пускай все делают сами но я так думаю что знаете посадка хорошая потому что все таки ну конечно я не знаю какое будет лето не знаю у нас в Сибири лето может быть такая же как и зима я вам серьезно говорю вот такая же как и зима поэтому ну может быть очень очень жарко так что тут мы с вами подготовились да захотели добавили воды захотели не добавили давайте вот так на них посмотрим смотрите вот что у меня получилось мне очень нравится ребят ну прям правда нравится так 10 карат мы с вами оставим оставим пока в покое ну во-первых корни там правда мало я так думаю что просто еще ее время не пришло пускай постоит я потом ее куда-нибудь я потом ее куда-нибудь честно честно может быть даже в аквагрунт потом поставим мы с вами ее да почему нет не знаю как настроение будет как будет настроение так мы с вами ее и поставим пускай пока стоит наращивает корни знаете по сути да можно было посадить можно ну я спросите а когда же тогда прям нужно когда же тогда нужно прям ну когда вот вы видели да корешки сантиметров 5-7 5-7 и можно прям уже высаживать вот как-то так ну что с этой посадкой мы с вами разобрались и теперь давайте уже приступим к посадке которая долгожданная потому что я уже очень давно хотела сделать эту посадку что-то мне все мешало то я устала то луна не та в общем это одни отговорки одни отговорки лишь только не работать так ну что достаю я клош вот так достаю я клош вот смотрите идея такова хотя какая скажу у тебя там идея так ну как всегда вниз я укладываю капиллярный мат я во всех так делаю опять-таки эта посадка будет отличаться от всех остальных ну будет это точно потому что я для таких влакоемких посадок добавляла триферн да что-то вот такое влакоемкое ничего вот такого добавлять хочу сделать что я хочу делать минимальное вмешательство давайте сначала достанем достанем да и посмотрим вообще так тут аккуратно с группом потому что мне его нужно еще раз использовать и с пакетика его аккуратно достать и так давайте сейчас нету красивые фитоне конечно красивые вот такие вот белых с красными тоже яркие теперь нам нужно просто их отсюда что достать Надя ты не хотела бы сначала слить воду да ладно уже процесс пошел видите я даже вот так иди иди зеленая страшная уходи гляньте гляньте как классно это прям целая система а это вот дырочки которые я тут наделала и просто воткнула их туда понимаете без всякого это очень классный метод для укоренения ну и также это просто метод для выращивания обычная скажем так гидропоника самое самое что не наесть смотрите если мы с вами просто возьмем сейчас и поставим их вот таким вот образом вот таким смотрите вот это будет наша с вами сторона я в принципе так хотела сама по себе идея будет следующая этот капиллярный мат он будет всегда влажный всегда то есть просыхать ничего здесь не будет поэтому для корней для этих ничего не изменится по сути да здесь будет стоять ну прям влага влага просто сейчас я хочу все вот это задекорировать лечузой вот и все я поэтому и говорила вам что скорее всего посадка будет очень легкая и очень быстрая так очень ну прям мега да да мне нравится очень самое главное и ну мне нравится вообще уход за всеми этими растениями в таких вот посадках я не удивлюсь если они дальше сюда будут потом разрастаться еще я прям не удивлюсь скоро конечно можно будет все это дело подрезать резать переукоренять ну пока мне прям вообще все нравится так ладно это будет в общем так следующий этап этой самой посадки так давайте засыпем знаете как еще как еще нет вот прям возьмем и засыпем ничего даже даже придумывать не буду так сейчас первый слой мы делаем да вот так вот так теперь теперь для кладин еды надо дать и конечно пускай корни кушают дальше так таким вот образом сапарапель наверное почему нет почему нет и космокот конечно конечно далеко я баночку не убирала так вот так вот так вот так после вот такой вот посадки как гидропоника растение можно поставить в любой грунт в любой им так намного проще адаптироваться потому что другого грунта они и не знали это было они сидели в воде так что сейчас у нее грунт как ого уже еда это все мне это да хотя да я поливал их конечно же с удобрением подливала вот эти все вкусняшки которые я подливаю всем своим растениям которые у меня на гидропонике хейси диногру сейчас я знаете видите да что я делаю я закрываю вот этот страшный желтый уже он уже не желтый он уже черный такой прям непризнетабельного вида пеноплекс вот что я сейчас делаю вот так вот вот таким вот образом ребят смотрите какая горочка получилась симпатичная прям симпатичная горочка и мы с вами сейчас ее закроем вот таким вот образом да смотрите и все это дело сейчас мы с вами польем обязательно сейчас я сделаю скорее всего коктейльчик так коктейльчик который идет от диногру где три разных составляющих я показывала буквально в том видео последнее видео когда мы с вами делали посадки в аквагрунт вот сейчас поэтому я снова разбавлять все это не буду сейчас просто разбавлю мы с вами польем на этом наверное все какая прелесть какая на какая ты молодец там и не похвалишь ну все сейчас я вернусь через секундочку и так очень тепленький растворчик я проливаю с краю и налью я прям побольше ребят потому что мне нужно чтобы заработал фитилек но я стараюсь не попадать вот на этих деток которые здесь у меня не надо на них попадать чревато все это дело так вот так вот вообще красиво оставлю их наверное на столе пускай они у меня здесь на столе стоят я все посадки которые делаю свежие я стараюсь их на какое-то время прям ну на подольше оставить на своем вот этом столе потому что к нему я подхожу ну очень часто каждый день это точно так смотрите здесь нужно прям пролить потому что вот пока не напитается сам по себе вот этот вот мой капиллярный мат и мне надо чтобы еще плюс вода там стояла вы же помните да что вот даже вот таким вот образом не то чтобы прям напитался прям чтобы постояла эта вода потому что там корни которые еще к грунту не привыкли они привыкли прям стоять у меня в жидкости и эту жидкость мы сейчас с вами нарисуем корни там много вот не меньше видите вода прям стоит ну вода или раствор по другому да вот так вот сейчас конечно капиллярный мат в себе еще возьмет корни ну да новые корни будут разрастаться уже в грунт они будут немножко другие в любом случае в любом случае я думаю что тем корешкам тоже будет сейчас комфортно и хорошо самое главное там будет много много питания вот ребят немножко но все равно мы с вами поработали вот такие у меня яркие сегодня и очень легкие посадки я желаю вам хороших выходных прекрасного настроения до новых встреч пока пока